Уважаемые слушатели, зрители, интернет-любители и так далее, и тому подобное, с вами программа «Говорят мужчины». Как обычно, с белорусской стороны, такая программа союзного государства имеет отношение к союзному государству, поэтому с белорусской стороны мужчина, в роли мужчины выступает публицист, общественный деятель Геннадий Бряниславович Давыдько, мой добрый друг, а с российской стороны мужчин изображает генеральный директор радио «Говорит Москва» и председатель директоров «Комсомольской правды» Мамонтов Владимир, это я. Но на самом деле среди нас есть подлинный ведущий, подлинный руководитель этой программы, это Анна. Все, кто смотрит эту программу, часто знают, что она и есть движущая сила программы. И она находится не на одной, не на другой, а где-то в этой стране, где-то между Россией, между Беларусью. Давайте я буду связующим звеном. Пожалуйста. На то мы порешили. Переходим к первому блоку нашей программы. Первый блок у нас, о чем говорят мужчины, о важном простыми словами. Емко, коротко и просто. Объясните нам, в чем суть, в чем дело и чего ожидать от следующих новостных поводов. Борьба миров, если можно ее так назвать, борьба кандидатов, и на самом деле это была борьба баснословных бюджетов. Она, наконец, закончена. Речь, конечно, про выборы в Америке. За этими выборами наблюдал как никогда весь мир. Ну, впрочем, как обычно, за их поползновениями мы наблюдаем. Но здесь было интересное. Правда. Не будет, во всяком случае, пока в Америке женщины-президента, потому что Трамп одержал победу. Может, оно и к лучшему. С Трампом на посту президента мы уже знакомы, сталкивались. Поэтому объясните нам, пожалуйста, Владимир Константинович, предлагаю начать с вас. Объясните нам, чем для нас может обернуться очередное президентство Трампа. Повлияет ли оно на нас и благо ли это для нас на данный момент? Вообще, сразу бы сказал, давайте с финальной фразы. Цепляюсь к финальной фразе. Благо, не благо, понятия не имею. И вообще, как говорится, будем посмотреть. Почему я так уверенно говорю и, на самом деле, ничего пока вменяемого такого не сказал. Потому что сверх президента, а президент на Валдае сказал интересную вещь. Да я тоже не очень понимаю, что дальше-то будет. Поживо увидим. Понимаете, вот это житейское, нормальное, абсолютно спокойное отношение к тому, что там, кого избрали и так далее, и так далее. Оно абсолютно правильное, оно абсолютно позитивное. Нам надо за этим всем наблюдать. Речей мы наслушались уже, в общем, выше крыши. Обещаний невыполненных. У нас багаж гигантский. Трампа, как, если меня спросить лично, вот я за кого был, за Трампа или за Харрис? Ну, конечно, за Трампа. Трамп – живой человек в этом паноптикуме. Он живой, он какой-то непонятный. Что с ним будет? Вот еще непонятно к вражде или к дружбе все это, или к пользе, или к беде. Но, тем не менее, это живой чел. С ним вместе, безусловно, какие-то люди, которые, как бы к ним мы ни относились, они относятся. И их не назовешь какой-то серой массой, селюки, какие-то ржавые поясы и так далее. С ним и Илон Маск, с ним Такер Карлсон, с ним много кто из тех, которые, в общем, для нас представляют. Ну, просто живые люди представляют для нас интерес, а демократические зомби не представляют для меня интерес никакого. В частности, это Харрис, это же женщина, вы говорите, она женщина, да? Мы с вами обсуждали это, она не женщина, она функция. Женщины не такие, они милые, добрые, теплые, чудесные, детишек нянчат и так далее. Они бегают по дебатам, простите. Значит, вот и все, вот так, что будет, есть шансы, что победит в Трампе, его эго, его какой-то вот этот периодически демонстрируемый порыв, я типа закончу войну за 24 часа, я сказал Путину, я отправлю на тебя ракеты по Москве. Путин на это, пожалуй, плечами говорит, ну, в предвыборной горячке чего не скажешь, сказал Путин, да, понимает. Вот, так что немножко чуть-чуть подождем, посидим, посмотрим, поглядим. Мы уже их там много видели разных. Принято. Максимальная емкость, коротко, спасибо. Геннадий Брениславович, было ли высказывание от Александра Григорьевича по этой теме, что-то он уже заявил? Ну, знаете, что, Александр Григорьевич, мало того, что профессиональный президент и очень опытный политик, у него еще прекрасное чувство юмора такое, он без юмора всякого сказал, но, тем не менее, фраза такая потрясающая. Сказал, если Дональд Трамп выполнит свое обещание по поводу прекращения войн, то мы, Беларусь, выдвинем его на Нобелевскую премию. Это точно, да, хорошая фраза. Я уверен, что так и будет, если он прекратит. Но, вы знаете, Дональд Трамп, хочется, чтобы он был самостоятельным политиком, но то самое глубинное государство, в какой степени даст ему волю, это мы, как говорится, будем посмотреть. Тем более, что вот все эти фейки, которые стали появляться, будто бы он уже с Путиным переговорил, на что не имеет права, согласно там Конституции американской. То есть, будут и подставы, то есть, ему будет непросто. Но то, что во время первого своего пришествия Дональд Трамп ничего особенного хорошего для Беларуси не сделал, санкционное давление увеличивалось, антироссийское, антиславянское, можно даже так сказать, политика проводилась им. Но он приятнее, во всяком случае, прошлого руководителя хотя бы тем, что он больше похож на человека. Ну, в нашем понимании этого слова. Да, он эмоционален, да, он резок бывает. Но все-таки есть какая-то предсказуемость и есть ощущение самостоятельности. Хотя бы ощущение самостоятельности и адекватности в том смысле, что с ним можно поговорить, поспорить, покричать, подраться. Но то, что за ним не стоит какая-то гадина с чупорцами, которая, пока он тебе мило улыбается, англосаксонский форфоровый рот, она зажимает медленно твое горло вместе со всеми другими частями тела. Вот какое-то ощущение эмоциональной честности есть. И вот эта знаменитая западная улыбка, которая ничего не предвещает, а просто как вывеска, за которую может стоять убийца. А славянская улыбка отличается от этой. Ведь славянин как, нравится человеку, он ему улыбается, не нравится, не улыбается. И это нам всегда вменяют, вот вы какие не улыбчивые. Мы просто искренние. И, знаете, нахмуренный лоб честного человека гораздо ценнее искусственной улыбки, которая принадлежит человеку абсолютно со скрытыми намерениями. Ну да ладно. В связи с этим мир весь полон ожиданий, потому что восходя на трон во второй раз, Дональд Трамп сделал ряд таких многообещающих заявлений. По крайней мере о том, что он собирается интересоваться больше внутренней политикой, внешнюю отдает он на откуп другим, более мелким политикам своей команды. И понятно всем, что он попытается переложить украинскую ответственность на Европу, в финансовой части, в первую очередь. Ну посмотрим. Вряд ли это быстро все прекратится, потому что эта война, опять же, Дональдом Трампом воспринимается как бизнесменом, как выгодный актив. Потому что Америке выгодна война в Украине, и вообще ослабление Европы выгодно, поэтому не надо, ребята, обольщаться. И вот он прям прекратит. Да нет, он тоже ведь деньги считает, в первую очередь, а не человеческие жизни, тем более в какой-то другой стране. Посему обольщаться не надо, вести надо себя осторожно. А наш, опять же, президент, возвращаясь к Александру Григорьевичу, сказал простую вещь. Он говорит, все, что касается того клочка земли, за который я отвечаю, как президент Беларуси, я буду там и жизнь кладь, и все силы, какие только возможно, защищая свой народ. И относиться ко всем политикам мировым буду ровно так, как они относятся к моей стране. Вот, собственно, мы желаем Дональду Трампу разумных решений, которые он привит, которые начнет осуществлять после восхождения на этот пост. Разобрались с Трампом со стороны России, со стороны Белоруссии. Есть еще одна сторона, мы ее хотим обозначить. Союзное вече провело опрос, опрос следующий, со следующим вопросом. Отразится ли победа Трампа на украинском конфликте? Понятно, это правда. Чем не сторона? Конечно. Очень важная сторона, между прочим. Ответ, да, Трамп уже объявил, что он прекращает войны, а не начинает их. За этот вариант проголосовали 14%. Не верю. Нет, не будет делать то, что ему скажет мировое правительство, так называемое, 69%. Не знаю, спросите у Пескова, так ответили 12% опрошенных. И 5% сказали, что им не очень интересно, им все равно. Или воздержались, скорее вот так. Переходим ко второму вопросу. Тоже очень коротко, ваше мнение, для нашего понимания, простыми словами. Накануне, а именно 7-го числа в Сочи прошел Валдайский форум. Валдайский клуб не впервые проходит выступление первого, уже традиционно, на Валдайском форуме. Много чего сказал. Значимость форума. И, наверное, самые яркие и нужные заявления с этого мероприятия. Что могли бы вы подчеркнуть? Почему нужно было посмотреть его? Владимир Константинович. Во-первых, Валдайский форум – это всегда такая особенная история, когда там надо даже смотреть, кто приезжает, кто не приезжает, какие люди проявили заинтересованность, какие демонстративно там не проявили и так далее. И Владимир Владимирович, насколько я понимаю, насколько я знаю, всегда с интересом относится к Валдайскому форуму. Он тяготеет, на самом деле, как человек, которому есть что сказать. У него гигантский опыт уже международных отношений. И в то же самое время есть такая твердая собственная политическая установка на многие события, которые в мире происходят. На все практически события. Он очень заинтересован поговорить с этим пестрым иногда составом Валдайского форума, сказать какие-то важные вещи. И обычно это живое такое мероприятие, живой очень обмен мнениями. Так было и на этот раз. Из того, что было важным, это интрига, которую многие заметили в ходе Валдайского форума, поздравить, не поздравить Трампа. Это дело, так сказать, там это было очень, ставки делались. Поздравил, поздравил Трампа. Это одно из, может быть, самых важных политических заявлений. И еще очень важно, что здесь вот коллега мой Геннадий Брониславович сказал, что остроумно заметил Александр Григорьевич Лукашенко про Нобелевскую премию мира. Так вот, и Владимир Владимирович, он несколько заявлений таких сделал, которые выдают такую живость ума относительно Трампа, относительно мировой политики и так далее. Вот это отличает Валдай, это такая Валдайская тональность, в которой все серьезно, конечно, все очень важно и так далее. Но можно кое-что рассказать, можно кое-что отвлечься от текста, который, несомненно, существует где-то, так сказать, в какой-то основе. И вот это была очень приятная и важная такая история. Я уже говорил о том, что он так, в общем, осторожно пожелал успехов президенту, естественно, осторожно оценил и очень тоже не без внутренней какой-то улыбки и иронии сказал, Да я не знаю, что будет, вот давайте посмотрим и так далее. Вот это очень, вот это я называю вот этой Валдайской тональностью, мне кажется, это вот такая штука, такая штука полезная, позитивная. Не сказать, что на ней прям гвоздями перебивают какие-то важнейшие тезисы на будущее, да, но вот разминают, обсуждают, говорят вещи не всегда стопроцентно, возможно, стопроцентно, которые директивны, да, но, тем не менее, это всегда такой хороший, хороший полет такой. Этот Валдайский форум исключением не стал. Принято. Геннадий Брониславович, видели вы произошедшее, смотрели ли вы Валдайский форум или потом, может, в кратком содержании, изложении, цитатами главными ознакомились, как у вас? Ну, очень коротко скажу, там было много интересного, много нюансов, но самое главное мне показалось эпохальной и такой конституционно значимой фразой, что Россия сейчас борется за человечество, да, за человечность, ну, то есть за христианские ценности. Я уже как бы расшифровываю так, да, это заявление Владимира Владимировича Путина. На самом деле это так. Сейчас идет противоборство двух точек зрения вообще на существование дальнейшего человека на этой планете, да, каким он будет, богоподобным или демоноподобным существом. И в то время, как весь западный мир сейчас отрекается от основополагающих принципов человечества существования и ближится к животному, то есть кто силен, тот и прав, да, желания впереди и пороки впереди, добродетели ставятся на первое место там. Все эти категории карьера, деньги, сила, они важнее категории душа, совесть, честь, да, вот все это поправить, тем более все, маски сорваны. Мне представляется, что вот это вот заявление, оно имеет такой, ну, глобальный смысл. И, пожалуй, лозунгом может быть в нашей борьбе за те ценности, которые мы исповедуем, которые у нас прописаны в Конституции, в Российской Федерации и Республике Беларусь. Ну и, собственно говоря, с ним никто там и не спорил на эту тему. Но остальные, не менее важные посылы, которые исходили из уст российского президента, они имеют большое значение, не меньшее, да, но про них можно говорить долго, не в формате нашей программы, как мне кажется. Ну, можно просто изучить материалы, взять просто, это все же в открытом доступе есть, берешь и изучаешь, и смотришь. Я думаю, наши читатели, те, кто глубинно хотят понять, как это устроено все, я думаю, это смогут сделать. И самим расставить акценты внимания на каких-то приоритетных вещах, которые прозвучали на мероприятии. Принято, работаем с информацией, а мы работаем, а вернее, не работаем, а немножко поспорим. Поспорим, наконец-то. Следующий блок нашей программы, о чем спорят мужчины. И сегодня наши мужчины спорят об иноагентах. Сейчас будет неожиданно, потому что нам нужно разделить мнение среди наших ведущих, среди наших мужчин. И я предлагаю в защиту иноагентов сегодня выступить Владимиру Константиновичу, оправдать их, помиловать, вернуть обратно. Собрать скудную аргументацию за это хоть какую-нибудь, да, я понимаю, да, да, да. Вот вам как раз придется придумать. Придумать. А Геннадий Брониславович нам расскажет, почему мы, наверное, сделаем новых инфлюенсеров, писателей новых на роде. Вот те уже прокаженные, провинившиеся, нам не нужны и пусть не возвращаются. Давайте попробуем обсудить, что у нас происходит с иноагентами. И новостной повод у нас есть. То есть законопроект Госдума прорабатывает о необходимости введения законодательного запрета на выплаты и на агентам. То есть уехали, денег не получите. Так что нам с ними делать? Все-таки потом растаять и простить? Или никаких тебе ни денег, ни прощения, ни народной любви? Что делать будем? Предлагаю с Геннадию Брониславовичу начать поругать их маленько. Геннадий Брониславович. Хорошо. Я сразу вот эту мысль, которую у меня в голове вспомнился Максимилиан Волошин, который про события гражданской войны, он говорил, а я между теми и другими молюсь за этих и за тех. Есть такая позиция. А теперь другой пример. Представьте себе окопы 1941 года, и кто-то из солдат говорит, а вообще, ребята, по-моему, может быть Гитлер и неплохой как человек. Он же художником когда-то был. И такую же фразу можно произнести в каком-нибудь 70-м году на каком-нибудь европейском кинофестивале. Такая же фраза сказанная. Одинаковая фраза. За первую фразу. В первом случае это расстрел на месте. Во втором случае, ну да, там попиваешь шампанское, кто-то может согласиться, кто-то нет. Я говорю про время. И бывает такое время, как сейчас, которое требует радикализации мнений и ответственности, повышенной ответственности за свои слова и особенно действия, и особенно если ты человек знаковый, если ты человек знаменитый, если у тебя есть поклонники и к твоему мнению прислушиваются. Степень ответственности возрастает троекратно. По закону военного времени, да, страшная такая. Так вот, по закону военного времени. Ты можешь быть трижды моим кумиром, да, Макаревичем, запрещенным или агентом, он не помнит, да. Я до сих пор люблю его стихи, да, но он совершил ряд таких поступков и слов сказал, что я не от его творчества отрекаюсь, да, я не воспринимаю, он испортил ощущение о себе, как о человеке, да, в моем понимании, да, в моем понимании, и я очень сожалею по этому поводу, да, и еще сейчас Иосиф Уткин вспоминается про детство, у него баллада про то, как один человек другого застрелил, брата там, да, и все мои шесть, значит, я по нему из нагана, и он покатился по косогору вместе с моим детством. Так вот, детство – это когда ты расстреливаешь те идеалы, в детстве, прощаясь с детством, прощаясь с инфантилизмом и принимая это время как яростное время противостояния, и вот эти вот хлюпики между, сомневающиеся, да, они должны, если у них есть мозги, а не просто гордыня съела эти самые мозги, осталось только вот ощущение собственной значимости, и чуть ли не пророк я, да, в этом мире, они должны все-таки отойти в сторону и смотреть, а я между теми и другими молюсь за этих и за тех, и что-то пишу, что-то думаю, что-то делаю, но не высказываю против Родины, которая тебя родила, которые тебя… люди, которые тебя уважают, то есть чувство ответственности, поэтому я за то, чтобы статус иноагента не просто присваивался статус иноагента, более того, в прессе ведь у нас как статус иноагента, но тем не менее публикуется все, пожалуйста, читай, реагируй на это. Нет, запретить деятельность всех иноагентов на вот это тревожное и опасное время, потому что семена, посаженные, ну, в такую взрыхлённую ситуацию голову, они могут вырасти такими вредоносными, и потом человек сам не поймёт, как он запустил дрон на Кремль, находясь русским человеком, будучи и живя где-то поблизости. Поэтому всех иноагентов под одну гребёнку ликвидация, ну, не лично и физически, а во всяком случае борьба с тем, чтобы они… Но денег точно не давать. …они должны отвечать за свои поступки. В связи с этим должно быть определённое законодательство, поскольку у нас не объявлено военное положение, но тем не менее скорректировать законодательство, я господину Володину абсолютно прислушиваюсь, абсолютно с ним согласен. В данной ситуации необходимы коррективы законодательства по ужесточению отношения к тем, кто предал Родину, а эта квалификация вполне себе может быть расписана законодателями чётко и понятно, что считается предательством, и к нему определённые методы воздействия. Всё. Вот так. Владимир Константинович, может, всё-таки вы не согласны? Кое с чем нет. Нет. Дело в том, что там компания пёстрая среди этих эмигрантов, иноагентов, ухилянтов и прочих беглых и так далее, и так далее. Компания пёстрая и непростая. Есть действительно иноагенты, которые жизнь положили на то, чтобы навредить России. Они вредили и в военное, и без военного времени. Я некоторые книги иноагентов перечитывать, и тогда читал с изумлением? Я сейчас перечитывать не собираюсь, например. Там, где тот же неуважаемый абсолютно мною Акунин в последних книгах внезапно стал рассказывать о том, какой отвратительный был Советский Союз, и, значит, когда с мостов падают даблдекеры у него в Москве, и это всё выдаётся за какой-то документальный рассказ, и всё это на самом деле чепуха, на самом деле это выдумка для того, чтобы рассказать, что большая часть моей собственной жизни была бессмысленной, беспощадной, ненужной, вредной, и все, кто её сегодня поддерживает, негодяи, да? Ничего себе детективчик, да? Так можно это прочитать, на самом деле. Вот. А на самом деле, да. На самом деле, так и работает. Ты запускаешь такое в это окно Авертона птичку. Сначала немного вранья про НКВД, потом ещё немножко вранья про ещё что-то, а потом про вот это. А потом немножечко больше сделаешь того героя, который того не заслуживал, и исказил время, в котором он существует, и так далее. Кеннадий Берсач говорит, ну ладно, она говорит, типа, в мирное время куды не шло. Мне и в мирное время, честно говоря, всё корёжило, потому что, в общем, я не очень поднимал. Ты, собственно говоря, почему, почему ты вот так обязательно устроен? Знаете, там в «Статский советник», когда ставили фильм, значит, у Акунина «Статский советник» Фондорин по книге бросает службу и уходит и говорит нет. И только настоянием Никиты Сергеевича Михалкова в кино Фондорин всё-таки говорит, видимо, чтобы не лишиться денег за сценарий, а Акунин всё-таки соглашается с тем, что Фондорин остаётся на службе. Мы на всякий случай оговорочку сделаем, что он иноагент, привет передадим Роскомнадзору, иноагент, и мы помним про это, и не устаем напоминать. Не устаем напоминать, да. И Никита Сергеевич просто, будучи, ну, как сказать, он это 3Т же ставил этот фильм, будучи продюсером, насколько я знаю, возможно, чуть-чуть где-нибудь что-то сместил, но, да, неважно это. Он говорит, не-не, подождите, Фондорин как герой, как герой уже нашего внутреннего мира отчасти, потому что книг-то много, мы читали их, гигантский тираж, он не может взять и плюнуть на свою службу, отечеству, и он остаётся там. Для него это серьёзный шаг, он размышляет над этим, ходит, по-моему, Менщиков его играет там, да, он ходит, размышляет, но остаётся. Вот это я понимаю. Так вот, дальше в этой пёстрой кампании, всех этих, значит, ухилянтов, беглых и всех прочих, там есть люди, ну, просто такие попугаи, они запутались, там мозгов немного, они запутались. Не сдерживайте себя, приводите примеры. Да, приводить примеры. Ну, есть там такие, да, значит, персонажи, всякие актёры, значит, в трёх фильмах снявшиеся и так далее. Они могут обнаружить там, что они поддались какой-то моде глупости и так далее. И сказали, придут, скажут, ну, мы поддались моде глупости, извините. Надо понимать, что они просто глупые и не очень значимые люди. И с ними так и обойтись, посмотреть, значит, чего. Ну, где он, может быть, он искренний, может, он приполз, может, на коленях, может, ещё что-нибудь. Есть, конечно, и другого рода там персонажи, но их крайне мало. Знаете, Буниных там нет. Бунина возвращают. Вот нету там Буниных, хоть убейте. Акунин не Бунин. Значит, и Вертинский, и наши певцы, хорошо. Гребенщиков не Вертинский. Не Вертинский. Всё равно, хоть убейте. А я Владимиру Константиновичу напомню, что он сегодня защищает этих товарищей. Я их сейчас буду защищать. Рассказывает нам, почему мы должны простить. Да, потому мы должны их простить, потому что они не Бунины. И если они внезапно сочтут, что они ошибались, вернутся, попросят прощения у страны, это один разговор. Макаревича и все прочие. Я этих не собираюсь защищать. Бунина буду. Бунина, понимаете, окаянные дни человек. Писал, а Сталин посылал Симонова поговорить с Буниным, а не вернёшься ли ты? Не вернётесь ли вы, конечно же. Вот это важный момент. Потому что, я знаете, скажу вам что? Что когда Иосиф Писарионович читал эти окаянные дни Бунина, он это всё равно считывал, некую правду, которая там тоже есть, и даже без тоже. И хотя он не был согласен с политическим посылом, и когда он Булгакова 18 раз смотрел во Мхате Дни Турбиных, он понимал правоту Булгакова, и он умел это выразить, он сказал тогда, его главная сила в том, что он как вождь, он ничего другого искать у него, главная сила в том, что он показывает, что даже такие толковые, умные, нормальные, и в общем симпатичные люди как герои Турбиных проиграли нам, большевикам. Поэтому пусть идёт в Мхате. Но это, я уверен, что он смотрел на это и на как произведение искусства, культуры. 18 раз не пойдёшь смотреть на политическое заявление, даже на самое близкое тебе и важное. Ты идёшь смотреть на... Вот что, если там возникает какая-то история о том, что... Ну тут мы не поняли, тут мы... Ещё что-то мы... Ну может быть... Я думаю, что в этом смысле я бы защитил. Вот так, в таком положении. Но я буду стоять на своём, я буду перечислять, получать деньги в России, перечислять их в Киев значит на поддержку бандеровцев, да? А мы будем продолжать кивать и говорить, требовать от меня, чтобы я их защищал. Нет, таких я защищать не собираюсь. Что хотите со мной делайте? Я не буду их защищать. Это даже в рамках ролевой игры. Так, давайте ещё раз напомним, что многие... Вот такое у меня ощущение. Многие, кого мы сейчас упомянули, являются иноагентами, признаны на территории Российской Федерации. Это и Макаревич, и Гребенщиков, иноагенты. Тема у нас такая, есть такое. Нет, Владимир Константинович, вы призваны всё-таки защищать, поэтому ответьте... Тех, кто покаялся, покаялся, понял, что глупость сделал. Делал. По формату того самого прощения. Посмотрел, разобрался, да. Формат прощения... Они на коленях должны прийти. Финансово вложиться как-то. Как мы их должны простить? Нет, я думаю так. Тех, кто уже уехал, и тех, кто продолжает туда, в общем, быть вне России и не за Россию, скажем так, ну, зачем мы им деньги-то платим? Это верно, не надо. Ну, зачем? Ну, это что? Нам что, деньги девать некуда? У нас что, пенсионеры прямо, я не знаю, в роткаши купаются, чтобы мы и на агента Акунина осыпали, значит, гонорарами. С какого? Да хватит уже, может. Немножко не позащищали. Я посчитаю, да, позащищал. Так позащищал, что, в общем... Что Геннадия Брониславовича оставили без работы. Геннадий Брониславович, давайте тогда к вам. Смотрите. Возвращается... Нет, ну, если покаются, по-настоящему. Дело не в том, ползешь ты, не ползешь, пришел достойно. Знаете как? Это ведь тоже непростая история. Вертинский для того, чтобы вернуться, не только просто продолжал петь «Бананы в лимонном Сингапуре». Нет. Он написал стихотворение и песню написал о Сталине, между прочим, и вернулся. Но вернуться и сказать, я просто зашел не в ту дверь, это будет, наверное, маловато. Если речь о серьезном, о серьезном, о серьезной творческой единице, то это вообще ни в какие двери и ни в какие ворота это не лезет. Вообще, да? Вот я как раз, вы требовали фамилии и имен, не хотел я Филиппа, значит, тут вспоминать. Ну, это правда. Человек, понимаете, он народный артист России. И рядом с ним, значит, еще Басков, народный артист России, выпускают клип, где они дерьмом друг друга мажут и смеются, и веселятся, и поют что-то. Их специально звал один для них авторитетный человек насчет финансов, и говорит, вы народные артисты, вы что делаете? Они говорят, раз, прижали, я сейчас, вот вам они денег. Они говорят, не в ту дверь. А-а-а, не в ту дверь. Вот такое, это, понятийное, вот то, что я сейчас вот нарисовал, да, это не то, что Бунин и Сталин. Это не то, что Вертинский. Это совсем другая история. Мелкая. И я бы эту субстанцию еще бы, которую они там друг друга мазали, тоже применил бы. Сказал бы определение, какая это история, ну, бог с ними, в конце концов. Ну, хоть про дверь сказал, и то ладно. Он же понимает, всего лишится. Не тех людей, признают длинные агентами? Я его защищаю. Таким образом, я его защищаю, потому что я его защищаю в нем нормального человека. Если он еще нормальный человек. А то он нормальный. Остался. Если остался человек в человеке. Да, он, может быть, не самый мудрый. Может быть, он, да. Может быть, он не самый мудрый. Может быть, он, не знаю, там, какой-то, ну, весь, он пропитался этой попсовой, значит, этим желе, в котором они вечно, значит, по колено ходят, да? Наверное. Можно я одну новость расскажу? Она будет грубой шуткой одновременно. Следовательский центр некий существует в Южной Каролине. Буквально там несколько дней назад оттуда каким-то образом сбежали обезьяны. Открыли клетки. Уже смешно. Они через день вернулись, потому что там их кормят в клетке. Это по поводу гонораров. Да, да. Геннадий Буниславович, ну, почти тот же вопрос, но вам все-таки быть может, есть та самая планка пришествия на коленях, раскаяния, опять же, каких-то серьезных финансовых извинений. Отдать России все, что украл у нее, отдай верди. И даже с горочкой. Может, есть все-таки какие-то факторы? Может, с олигархов тогда начать? Они уж накрали. Вот кто накрал. Может быть, с этих начать? Не с этих, значит, несчастных потребителей гонораров, которые рядом не стояли с этими грабителями настоящими России, извините. Ну, тебе вроде корректно себя ведут. Я же защищать их должен. Им есть что терять, я же сейчас защищаю этих артистов, потому что в этой иерархии воров в России, Киркоров не на первом месте, а может, вообще не на каком. Ну, во-первых, гонорары музыкантов, во-первых, складываются из количества просмотров. Верно. Все-таки, да. А не просто так с потолка и не сюда. Да, да, Есть поклонники. И, значит, вот эти люди, которые их слушать продолжают, или крутить там на дискотеках, или что-то касательно музыкантов, они платят и поддерживают их. Вот тут вот как раз вот такой сложный момент. Значит, у них есть поклонники их творчества. Это не означает, что их политическая позиция там какой-то. И с искусством вообще очень трудно разбираться копейкой. Иногда какой-нибудь Перасмане, Перасмана Швили, да, который рисовал там на этих жестянках, там вывески и картонка, да, 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 является великим художником, о каком-нибудь имяоректом неизвестном, который обладал дорогими холстами, там, с хорошей грунтовкой, с хорошими красками. Он и забыт просто. Поэтому тут речь идет о народной любви, о творчестве, и никто не знает политические мировоззрения того же Перасмане, которую я что-то вспомнил, да, или там Сальвадора Дали, там, они вообще о политике никто ничего не говорил, может, время было такое неполитизированное, но политики хочешь не хочешь, они совращают, это демоны, это змеи-искусители, они пытаются притянуть к своим идеям каких-то популярных артистов, ну, Жан-Клод Ван Дамм, что-то, помню, говорил даже против Беларуси, типа, там, каталитаризм, что ты знаешь, Жан-Клод, ты хороший большой артист, хороший боевой, или там еще кто-то, боевой артист, музыкантов, а у них-то ведь гордыня, тонкое место, они все огонь и воду прошли, а вот медные трубы сломли, из медной трубы ты великий, давай там вот осуди, что они будут на тебе за это деньги, осуждаю, деньги взял, потом, вы тоже надо понимать, что люди искусства, люди культуры, почему-то в Советском Союзе так воспитаны, что модно быть против власти, понимаете, модно иметь свою точку зрения, модно быть в андеграунде где-то в каком-то, ну а что вы, а приветствовать и хлопать, ну это значит карьеристы, а я вот так вот со своим мнением тихо покурю в углу, ну вот это вот, понимаете, это совковое такое вот ощущение, а я против, а я не в толпе, а я не в ногу, вот в этом моя прелесть, оно как раз соседствует не только вот с этой категорией, я знаю, есть такое понятие вечный жид, да, то есть, а Гаспер, мученик генов, которые внуждают меня быть на одной стране радикально или на другой радикально и вообще всегда быть в протесте в каком-то, это вериги определенные, это труд, это, ну это, это не так все просто, и что касается творческих людей, это огромный большой разговор, но то, что касается творческих людей, которым все-таки, которые должны понять, что они отвечают за те умы, которых они совратили, они являются искусителями, они могут испортить судьбу человека, подтаскивая его под свои мировоззренческие политические представления, хотя в первую очередь у творца всегда нравственное мирило, а потом политическое, политическое, он даже понимает, ну нравственное, кого-то били, допустим, да, я против того, что били, ну слушай, не делай политических заявлений, но вникают с другой стороны, и потом ты же не выяснил, как тебе подали, потом это ранимость, когда, ну эмоциональное восприятие вообще действительности мира, которое потом становится музыкой, стихотворением, там, картины, не знаю, за это тоже надо отвечать, поэтому я за политическое образование среди творцов, обязательные курсы должны все пройти, что такое политика, почему ей нельзя заниматься в искусстве, и все, а что касается раскаившихся в Беларуси, как раз работает специальная комиссия, куда не только творцы, а все, кто, ну, замечен в бегатом, могут прийти, и степень их вины будет определена, в случае раскаяния, ребят, работайте, живите, на родине мы своих не бросаем, а в случае того, что ты там допустил какую-то ну, агитацию или что-то такое, ну, ответь, да и живи спокойно, не ломай свою судьбу, и как раз очень многие молодые белорусы попали тогда под очарование бочебешных значит, каких-то красивых технологий англосаксонских, которые были спущены на нашу страну в попытке этого государственного переворота, а потому что молодой человек всегда интересуется какими-то протестами, какими-то новыми движениями, модными, все, вот это сделали модно и сделали это через соцсети популярным, сделали это креативным, ну, а потом пошло, 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 и сейчас многие возвращаются, кто-то еще не решился, и кто-то, кстати говоря, я думаю, вернется уже после выборов президента, что понятно, Беларуси, понятно, что перед выборами сейчас у нас повышенная все-таки бдительность должна быть, что враг не дремлет, мы должны очень жестко подойти к внутренней дисциплине, к внешнему быть внимательны миру до 26 января, это день выборов президента Республики Беларусь, но потом, ребята, я думаю, для вас будет золотое время, приезжайте, устраивайтесь, работаете, мозги нужны, руки нужны, белорусов мы любим, мы любим, родину Беларусь, тем более хлебнувшая зарубежного хлеба и водички зарубежной. Да, 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 маленький комментарий, вот Геннадий Презиславович еще одну интересную штуку заметил, я с белорусскими друзьями тоже это уже обсуждал, понимаете, вот у них сейчас идет компания, флешмоб такой, Лукашенко, его спросили, вы пойдете в президент, когда он еще только собирался, он говорит, ну народ скажет, надо, я пойду. И народ сказал, надо. Целая компания, на библиотеке, значит, наш друг Вадим Францевич разместил, значит, Гигин разместил, надо, люди говорят, надо, на улице говорят, надо, надо и так далее, да, это политтехнология, да, это политтехнология, чего, мы большие мальчики, мы понимаем, это политтехнология, но при этом это политтехнология какого рода, она, когда в 20-м году были события в Беларуси, я хочу подчеркнуть, многие тоже считали надо, Александра Григорьевича поддерживали, только тихо, под плинтусом, и ждали, чем кончится. А движение гидонистов, как сказал господин Давыдько, сторонников чего-то нового, им вот в клювик положили, и они решили попробовать. Вот, понимаете, а эти, да, решили попробовать, и в результате там чуть-то республика не перевернулась, понимаете, в чем дело? Поэтому вот эта артикуляция, внятная артикуляция, чего тебе надо, девочка Надя, чего тебе надо, кроме шоколада? Вот это очень важная такая штуковина, и она внешне, может быть, кому-то покажется, ой, как жесткая, и так далее, а ничего жесткого нет, ты определись, у тебя страна нужна, твоя добрая, замечательная, которая тебя еще прокормит, тебя и детей. или какая, или, да, это шоколадка с кружевными трусиками, куда ты там за этой мечтой невнятной потащишься дальше, скажи, определись, подумай сам, наконец. Так что политтехнологии тоже разные бывают. Это я, Геннадий Береславович, в поддержку вашего тезиса. Абсолютно, мне кажется, да, это абсолютно, мне кажется, очень правильная такая государственная штукенция такая, придумана кем-то и воплощается, и правильно сделается. Геннадий Береславович, не прощать позиция ваша, но еще один момент. А если искупить свою вину на СВО, это достаточно для получения, наверное, для возвращения народного уважения? Геннадий Береславович, давайте все-таки у вас... Анна, здесь тонкая грань. Я представляю себя воином на СВО. Это великая честь быть воином на СВО. И вдруг ко мне рядом в окоп прыгает известный иноагент, который решил кровью своей искупить. Слушайте, он оскверняет мой окоп. Я не хочу плечом к плечу с ним. Пусть он совершает подвиг на своей территории. Не в моем окопе, да, а пусть он песней, стихом, да, кровавым, пахнущим, знаете, потом и кровью, таким вот, таким творчеством, роком, мощным, какой-то песней, которая будет звучать, и с ним, с этой песней захочется идти в бой. Вот так вот. А не примитивно, да и какая польза от него в этом окопе. Вот. Поздно. А я и спорить не буду. А вот я с вами тоже соглашусь. Я предлагаю на этом тему иноагентов сложную закрыть. На всякий случай всех, кого мы не пометили вот этой маркировочкой иноагентства. Мы их помечаем. Мы помечаем всех и каждого, осуждаем и соблюдаем правила. Переходим к третьему блоку нашей программы, к приятному. А приятность у нас заключается в том, что мужчины наши не могут молчать, как обычно, о женщинах. И поговорим мы сегодня о чем-то вот родном, таком позитивном, не нескверненном абсолютно от слова совсем. Мы поговорим о женщине, которой, между прочим, уже девяносто пять. И речь про Александру Пахмутову. Этот великий, но в то же время маленький человек, ее творчество известно абсолютно всем. И она не в те двери она не входила. Она не в политике. Она несет с собой что-то чистое, женственное, красивое. И если вы ее назовете не женщиной, вот тогда я буду против. А сейчас мы и послушаем. Владимир Константинович, начинаем с вас. Что вы знаете про этого человека? Что вы помните? и собственно с чем она у вас ассоциируется? Ну, если по-женски, так сказать, вот если с женской стороны как бы, это это вот такой светлый человек такой, женщина светлого типа. Не блондинка, не просто блондинка, а такого светлого, очень, очень всегда мне приятного типа, живая, чувствующая, явно, явно интересная, творческая и так далее. что касается ее, вот этой вот натуры внутренней ума и соответствия времени и понимания, как жизнь устроена, этого тоже там в достатке. Понимаете, ведь как она, что она делала? Мы все жили в Советском Союзе. Ну, возьмем сейчас, ладно, от политики отойдем в сторону. У нас был хоккей. Все смотрели хоккей. Сборная СССР играла то с чехами, то со шведами и так далее. Обычно хорошо играла, потом с канадцами начала играть, с профессионалами и не только и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Даже нужно, наверное, где-то там тоже, что-то нет никакой песни про хоккей. И Пахмутова сочиняет песню про хоккей. Но обратите внимание, про что она сочиняет? Она сочиняет песню не про победы хоккеистов, значит, канадских песенов. Она пишет песню, а Добронравов муж ее на 30 сантиметров выше ее пишет ей, значит, пишет ей текст. И там написано «Трус не играет в хоккей». Здесь нет. Значит, трус не играет в советский хоккей, или советский трус не играет в советский хоккей. Значит, он не побеждает профессионалов и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, это как бы подразумевается. Это история о том, как в любом времени важно быть храбрым, сильным мужиком. Храбрым, сильным и выигрывать. Слушайте, это что, это только к Советскому Союзу имеет отношение? Да это вообще позиция, это очень правильная, грамотная позиция, что называется, и очень женская. Очень женская, потому что тот, кто рядом, Добронав в хоккей не играл, но зато хорошие стихи писал ей постоянно. И они прожили с ним какую-то тучу лет. Он не так давно умер, к сожалению. Вот, вот это очень, вот для меня, вот это очень важно. Она тонкий, светлый человек, не отрывающийся от своей эпохи. Больше того, она понимает ее за, против, какие-то вещи, но когда молодежь отправляется на БАМ, она пишет лучшие песни об Амми. Там столько забытых песен об Амми, я как ветеран БАМа скажу вам, значит, там столько забытых песен дурацких, а ее помнится. Когда Белоруссии нужен, у Белоруссии свой гимн есть, я знаю, да, но на самом деле внутренний человеческий гимн Белоруссии, автор Пахмутова, Белоруссия Пуща, песни Ренедаром пели ее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это я понимаю женщина. Вот ты влюбиться не грех 90-е там или не 90, это не важно. Это очень хорошо. Концерт был прекрасный. Зал этот, все встали. Господи. А ей есть из чего формировать репертуар концерта. 444 песни. 4 песни написала, это невероятно. Из них, я думаю, сотню напрячься, вот сядем с Брониславовичем, и что мы точно споем. Наизусть. А нынче у нас молодежь, авторы одного хитая, считают себя суперзвездами. Геннадий Брониславович, про гимн, про гимн Беларуси расскажите, насколько в Беларуси чтят, любят, уважают и считают действительно гимном эту песню Беловежской Пуще. Рассказывайте. Да, Александра Николаевна Пахмутова очень почитаемый человек, женщина. Лукашенко наградила с днём рождения её, с юбилеем и долгих дней жизни и творческих успехов. Она человек, я думаю, что это уникальная в мировом масштабе личность. И там эти Сони в Нобелевском комитете, которые ищут каких-то антироссиян, антибелорусов, чтобы вручить им какую-то премию Нобелевскую, типа в пику официальной политики. Вот обратили бы внимание на этого человека. кто должен быть лауреатом самых-самых престижных премий мировых по премии мира даже. Вся её творчество. Ведь это хиты, выражаясь сегодняшним языком. Что касается Беловежской Пущи, она, вот я вам скажу удивительную вещь, по рейтингу востребованных песен в караоке клубах, Беловежская Пуща в Беларуси, одна из самых популярных. То есть сначала поют там что попало, а потом когда компания созрела, почему-то кто-то выходит заказывает Беловежскую Пущу, и весь караоке крупный, значит с большим удовольствием поёт Беловежскую Пущу. Знаете, и вот на фоне, ну постараюсь не выглядеть очень пожилым, брюзгливым человеком, который говорит про современную музыку, ну слушайте, мелодии, даром мелодиста, которым обладает Александра Николаевна, это если какой-то современный человек, который называет себя композитором, придумал хотя бы половину той мелодии, которую 444 придумывала Александра Николаевна, он уже считает себя композитором. кем же она должна считать себя в композиторском музыкальном мире? Она скромнейший, невысокого роста, красивая женщина, и с такой биографией фильм срочно надо делать про эту девочку, которая с аккордеоном на полях Великой Отечественной войны бодрила солдат, потом прошла сложнейшую жизнь, интереснейшую, полную музыки, полно пронизанную вот этих высокой музыкой, высокой песенным, высоким искусством. Это просто уникальная личность. И на фоне вот этого большого музыкального кладбища, на котором мы стоим, там рэпы все эти, да, ну просто вот отваляется под ногами все это чушь, которую разбрасывать это музыка такая вот, которая в супермаркетах звучит, которая должна покупкам такая сонная, однообразная, с повторяющимся бесконечного числом, но это, я понимаю, что это другая функция этой музыки, зомбировать, там, как-то прошивать человека, как-то, но ни в коем случае не побуждать в нем высокие чувства. Любая песня Пахмутовой, это пробуждение высоких чувств человека. Это выключающий настоящий человек искусства. Поэтому, ну слава ей. Это правда. Это правда. Я еще хочу только вот добавить, если возможно, очень коротко. Там же, знаете, какая еще есть штука? Вот вы сказали, в караоке ходят и поют, стараются. У Пахмутовой при этом не умца-умца, мелодии сложные иногда. Нет, есть и простые, есть и простые песни, есть. Она умеет, если вы. Мелодии очень иногда забористые, гармонии сложные иногда. Что тебя заставило придать мелодию любви, например? Очень прихотливая песня. Заковыристая. Заковыристая. Да и пуща беловерская, не так просто взять ее и спеть. Взял там и дать, Это же душа поет, не сам человек. Вот. И вот это, и вот представляете, даже несмотря на это, эта песня ввинчивается тебе в мозги, она заходит туда, и ты стараешься ее петь правильно, красиво. Это же она таким образом, на самом деле, она и есть наш музыкальный учитель, наш музыкальный продюсер. Она, наш камертон, которая нас невидимым образом, просто потому, что это звучало по радио, настроило нас на эту жизнь, что она сложнее. Нет таких у нее песен. Таких нет. Простые есть, как любая народная, например, песня. Бывает простая? Бывает. Не знаю, как сейчас на уроках музыки, что изучают, какие музыкальные произведения. Сейчас что-то, по-моему, придумали какую-то хорошую штуку, то ли звонки давать, то ли что-то в Москве. Да, есть такое, но я сейчас к этому расскажу. Я не знаю, что сейчас на уроках музыки преподают детям, но в моем детстве мы росли, изучали и пели, в том числе и Надежду. Конечно. А почему нет? Это хороший базис, это хорошее музыкальное воспитание, но я против. Возьмите любую эту мелодию, любую, почти любую у нее. Дальше, талантливый композитор, берется другой талантливый композитор, симфонический какой-нибудь, там, я не знаю, Шостакович, кто угодно, да, или современный кто-то, и пишет на эту крошечную, на эту крошечную фразу, пишет гигантскую мелодию, гигантскую какую-нибудь симфонию. Возможно это? Возможно. Там есть случаи, когда, говорят, она там у Бенджамина Бриттона подслушала там одну мелодию. Ну и что? Что Бенджамин Бриттон, что это, обеднел, во-первых, от этого? Да потом, когда из никому не нужной, простите, прости мне, Господи, никому не нужной симфонии человек, вытащив оттуда самое зерно, сделал блистательную песню. Докручивает. Докручивает. Но это что, плохо что ли? Да ну. Это блистательно, это прекрасно. И пускает это в народ. И пускает это в народ, и мы это знаем все. Так, момент, про который Владимир Константинович хотел сказать, но мы вот сейчас немножко так урвали про звонки. Я все-таки расскажу, что в школах действительно вместо стандартного звука звонка школьники с декабря. В декабре услышат отрывки балетов Петра Ильича Чайковского. И это, ну, опять же, такое некое базисное воспитание уже в полный рост даже вместо звонка, чтобы они... Это развивает наслушанность, развивает музыкальный вкус какой-то. Значит, есть шанс. Но давайте мы все-таки эту тему немножко оставим в стороне. Я уже хотела так кулаком стукнуть и сказать, а я все равно против. Потому что и Владимир Константинович, и Геннадий Брониславович, они высказались про творчество Александры Пахмутовой. А надо про что? А я хочу их вернуть. Ну, мы же о женщинах. Я хочу их вернуть и задать им каверзный вопрос. Мы все помним, что в СССР секса не было. Не было, да. Но... И секс-символов тоже, наверное. Но воспринималась ли она именно как женщина, именно как красивая женщина, как женщина с обложки? Равнялись ли на нее? Вот эти вздохи восхищения, может быть. Было ли это у Пахмутовой? Ассоциировалась ли она с этим? Я думаю, нет и не надо. Она не являлась никаким секс-символом Божьей избави. Секс-символом была Фатеева, если уж хотите, какая-нибудь, или Кустинская. 3 плюс 2. Две звезды из фильма 3 плюс 2. Несомненно, два секс-символа того приблизительно 60-х-60-х годов. Но у Пахмутовой и 70-х... Она не по этой части. Она символ души какой-то, внутренний какой-то. Привлекательна ли она? Безусловно. Красива ли она как модель? Нет. Ты пиксни этих моделей миллион. А песни пишет такая одна, пигалица. Она? Вот не соброшусь, абсолютно. А ему нравится, а ему нравится. Нет, вообще это... Внимательно. И тип нравится, да? Такой тип нравится, Да, это модель. Она модель, да. Модель бизнеса? Нет, она не модель. Секс-символ, это вообще... Чпуха, конечно, да, но я их делал. Значение имеет. То есть, вожделение, вожделянное, дескать, именно в сексуальном смысле. Это только так. Тут другое. Она, вот вы правильно сказали, Валерий Константинович, при взгляде на неё, при ощущении её, да, возникали другого духовного порядка возникает чувство. В общем-то, да. Вот. И это гораздо выше. Это не секс-символ. А у добронравого другие чувства. Это символ, да. При всём при том, что она очень миниатюрная, она совершенно красивая женщина. Абсолютно правильно. Вот в миниатюре такой. Потому что, ну, при слове модель возникает, ну, такой шаблон стандартный, который... Ну, дыл, да, 180 сантиметров. А славянские мужчины точно не любят. Вот. Потому что нам надо всё-таки... Мы жирное любим. Извините. Нет, знаете, вот в каком смысле? Если уж мы такие тут тонкие вещи затронули, я вам скажу, вот, если к ней применимо такое мужское, мужское, хорошее мужское качество, дай бог, чтобы оно в мужиках подольше сохранялось, знаете, уберечь её. Как-то так приголубить. Это да. Это да. Лечо-отеческое такое. Что-то, может быть, отчасти. Ну, может быть, и какое-то мужское точно. Совершенно. Вот Клаудиу Шифер я не собираюсь не приголубить. Или кого я должен вспомнить сейчас? Кого? Бузову? Бузову... Кто у нас секси был сейчас-то? Господи. А Бузову я предлагаю в одну из следующих программ взять обязательно обсудить. А чтобы нет. Да, да, да. Знаете, я хочу сказать, подождите. Ну, я хочу сказать... Договоримся, нас выкинут из программы. Они. Каким символом является Александра Николаевна Пахмутова? Она является символом, не секс-символом, а символом торжества советской женщины. Или просто символом советской женщины. В самом светлом смысле вот этого слова советская женщина. Порядочная, сдержанная, талантливая, трудоспособная, любящая, причем, ну, любящая, естественно, мужа и любящая свою страну и всех, и дарящая, как мама. Вот 444 ребенка песни. Абсолютно уверен, и причем еще в ней, как в Тихом Омуте, еще и черти водятся, я 100% уверен, потому что без чертей в Омуте столько песен не напишешь. Тоже, кстати говоря, это сублимация энергии внутренней такой, вот такой, да, про которую, про которую, пропитка какая-то, да, да. Вот мне кажется, это тоже очень важно, и это тоже чувствуется, что она сидит, 90 лет, она играет. Красиво. 444, я думаю, это еще не предел. Мы ей пожелаем здоровья, и наконец-то, наконец-то мы вытащили женскую тему, хоть немножко. Вытащили, вытащили. Хоть на капельку. А, да, потому что то Камалу Харрис обсуждаем, что я должен говорить про Камалу Харрис, как о женщине, из какого бодуна. Нет, я знаю, Брониславович говорил, Камала красивая женщина, сказал он, из песни слова не выкинешь, а мне нет. По мне некрасивая. А он точно не защищал ее в рамках нашего второго блока? Не знаю. По-моему, я предлагаю нашим слушателям написать нам все-таки. Кто красивый, кто нет. Я прошу их написать, кого нам взять в нашу программу, кого разобрать, о ком интересно было бы. По косточкам. По косточкам разобрать. Мы посмотрим. Вот у нас Геннадий Брониславович любитель жирненького. Может быть, не только по косточкам разобрать. Предложите нам варианты для обсуждения женщин, известных и не очень положительных, а может быть, крайне наоборот, диаметрально. И мы, мы все читаем, мы отвечаем на какие-то общие вопросы и в Ютубе, и в программу. Берем предлагаемые темы для обсуждения. И вообще, пишите комментарии, ставьте обязательно лайк нашим видео, подписывайтесь, колокольчик нажимайте, и тогда точно не пропустите. Ну, а у нас на сегодня все. Я благодарю вас за запись. С нами сегодня были не адвокат, но прокурор, музыкант, берущий акцентные аккорды в Валдайской тональности, генеральный директор Радио Говорит Москва и представитель совета директоров Комсомольской правды Владимир Константинович Мамонтов. Спасибо. Спасибо вам. И специалист по распознаванию и разделению улыбчивости от искренности публицист и общественный деятель Геннадий Брониславович Давыдько. Спасибо вам большое.